да можем можем особенно это могли делать когда когда учились в лице естественно мы были более дерзкие то есть не думали о том что мы делаем и не задумывались о какой химическая реакция сейчас уже конечно на работе так не сделаешь да у нас есть у нас есть такие растворы у нас есть переголол которым нужно обязательно одеть полное обмундирование очки резиновый фартук то есть когда-то вливаешь вещество начинает дымится брызгаться то есть нужно быть аккуратным стоять поодаль от вытяжки нужно чтобы на тебе ничего не попало понимаете это же вопрос философский с одной стороны мне кажется как человеку который обучился на это место и работает на нем мне безопасно потому что я стараюсь соблюдать все это работаю очень аккуратно но моей практике такого не было небезопасного для меня правило золотой я не могу работать без перчаток то есть у меня настолько с 18 лет научились что нужно себя защищать я не могу работать без защитных средств то есть если нет перчаток я не могу встать на свое рабочее место это правило обмазка она не всегда используется потому что не всегда мы работаем с летущими веществами поэтому мы и одеваем только в том случае когда это уже не безопасно для нас привычка смотреть ровно по метке ниже метки вверх метки ну как это все сделано чтобы ровно было цена деление вот это тоже привычка просто берет человек сахара я примеру знаю сколько в граммах он примерно взял берет человек стакан воды я знаю сколько примерно миллилитров воды находится в этом стакане я пришла после декрета готовила раствор и все казалось бы как раньше привычное ты готовишь а вроде бы все получается ты понимаешь что выходит немножко другой коэффициент начинаешь перепроверять его переделывать опять опять он не получается и ты не понимаешь что происходит целый день тратишь на то чтобы а потом выясняется что упущен на один нюанс немножко неправильно посмотрел и все целый день да точно можно считать лаборанта химического анализа ученым потому что иногда когда ты делаешь какой-то анализ и тебя не получается приходится анализировать весь процесс который приходит происходит бывает ты пишешь в одну лабораторию в другую в третью в четвертую и чтобы дойти до какой-то истины приходится пройти не один и не один не одну реакцию пропустить через себя да можно сказать что вы чё он должен быть очень внимательно аккуратно умеете читать нормативную документацию то есть правильно ее прочитать от этого зависит дальнейшая раскладка работы и обязательно знать химию приходим в лабораторию у нас есть у нас есть рабочий журнал где нам уже заранее с вечера даны анализы у каждого лаборанта прикреплен свой анализ допустим какой-то раствор еще очень нужно проверить его концентрацию там ставлю воду кипячу заправляю бутылкой ну бутылку своим раствором ариометром замеряю плотность готовлю раствор проверяя его концентрацию методом тетрования и записываю анализы отдаю тетрования мы проверяем коэффициенты у щелочи кислоты то есть готовим растворы с правильной полученной концентрацией очень много все зависит все зависит от того сколько тратится времени на один анализ бывает можно 10 и 15 сделать просто в основном все анализы они не быстрые и получается там бывает в 4 часа уже заканчиваешь под самый конец бежишь на автобус чаще всего в первую очередь это перчатки халат обязательно обувь специально начиналась на самом деле с пробирок просто интересно было какие-то получать элементы другие интересно было что это не поддается иногда понимание простому пришла попробовать ну попробую поступить получилось бы очень интересно учиться попалась очень интересная группа и 20 лет назад и попала сюда на практику поразила такая атмосфера здесь очень добрая хороший ну вот какой-то коллектив который с тобой сразу начал делиться принял тебя как свою показывать тебе стал свой опыт стал давать и как-то не знаю время пролетело как один день легко прошло это все первое мое образование это лицей это про 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 профессиональное получается лаборант химического анализа экология потом не понравилось и после трех лет я училась конкретно на эколога я работаю в инженерно-аналитическом центре у нас много различных лабораторий наша лаборатория конкретно занимается приготовлением различных растворов вспомогательных буферных для других цехов для их графика работа на на крон вообще это была моя мечта попасть честно говоря 20 лет назад когда я пришла сюда я первый первый день когда пришла я первое чем подумал что хочу здесь работать очень понравилась атмосфера понравилось что огромное такое предприятие красиво и я я можно сказать что загадала это желание еще на практике проходила здесь его и получается сразу здесь осталось разочарований никаких не было потому что ты меняешься меняешься меняется предприятие помимо работы ну вот той базы которую он дает интересной очень нравится что здесь еще можно и творчеством заниматься то есть ты можешь участвовать каких-то коллективных мероприятиях мне очень сильно нравилось что здесь можно заниматься спортом здесь можно заниматься растяжкой гимнастика все что угодно теннис все что хочешь мне кажется чем отличается окрон от других мест мне правда это это первое что приглянулась в глаза и очень понравилось здесь что здесь право на ошибку всегда есть то есть если ты ошибаешься тебя все равно поддержат помогут постараются помочь понять в чем-то был неправ исправить и здесь не чувствуешь себя каким-то виноватым и